Социальная дистанция, маска на лице, замер температуры тела, обработка рук при входе в любое учреждение культуры или религиозное здание. Эти правила неукоснительно выполняются их руководителями. Службы, намазы и концерты проходят в Самаре теперь не только вживую, но и дистанционно. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Поделились своими мнениями эксперты круглого стола, инициированного общественной палатой Самарской области. В Европе и в Америке закрыты просто все театры. Все концертные залы, слава богу, и театр оперы и балета работает, филармония работает, симфонический оркестр встречается со своими поклонниками, театры работают, творческие союзы выполняют все свои планы. У нас, допустим, в связи композиторов мы сумели провести много концертов. Контролирует режим Роспотребнадзор. Спуску и поблажек никому не дает ни посетителям увеселительных и религиозных заведений, ни их владельцам. Надзорное ведомство рекомендует постоянно и регулярно агитировать гостей, соблюдать правила поведения при пандемии. Если у нас будет расти заболеваемость высокими темпами, то губернаторам будут приниматься более жесткие меры. Будут приниматься решения и о прекращении работы учреждений культуры. И чтобы такого не было, очень важно каждому понимать, что наше здоровье в наших руках. Как мы ведем себя, как мы работаем над собой, так, собственно говоря, и будет у нас протекать дальнейшая наша жизнь. Над каждым полицейского не поставишь, поэтому здоровье в руках каждого человека, отметили участники за круглым столом. А чтобы укрепить иммунитет, началась в губернии вакцинация от COVID-19. Чтобы население было активным, принимало активное участие, потому что люди соскучились. И нам очень тоже много приходит очень звонков. Мы хотим общаться, мы хотим развивать культуру. И слава богу, сейчас у нас эти возможности есть. По-прежнему в приоритете личной безопасности остаются соблюдение дистанции, отказ от посещения общественных мест при симптомах простуды, мытье рук и ношение масок. А для групп риска, например, людей с хроническими заболеваниями и пенсионеров, лучший вариант перейти на дистанционный режим работы, учебы и общения. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok